Ну, я продолжаю свой мастер-класс по изготовлению дракончика. Конечно, нюансы возникают разные. Зарядка быстро кончается на фотоаппарате. И я продолжаю. Вот одну бровь я уже пришила. И теперь начинаю пришивать вторую бровь. Очень аккуратненько втыкаю углу и фиксирую одновременно и бровь, и часть головы. Вот так по окружности я пришиваю и вторую бровь. Все это нужно сделать дважды по окружности, для того, чтобы это выглядело очень аккуратно и ровненько. Вот теперь я пришила брови. Они смотрятся довольно-таки симметрично. И я теперь буду оформлять реснички. А реснички я набрала просто катушечные нитки. Вот такие вот. Набрала их 6 штук ниточек. А когда сворачиваем в 2, то получается 12. Это у нас будут пышненькие реснички. Делаем узелок такой толстенький, чтобы ниточка у нас не проскочила в дырочку. Можно сделать еще второй узелок. И теперь будем их пришивать на место. Наши реснички. Опять же делаем прокол под мордочкой и выводим, то есть немножко наискосок, то есть напротив другого глазика. Делаем прокол, а ресничку выводим в противоположный глаз. И выводим ее в край под бровью и чуть-чуть наискосок возле белка. Вот видите, я вывела реснички и они держатся узелком. Теперь мы их ножничками просто обрезаем нужную длину, но не сильно коротко, потому что при утяжке реснички опять углубляются вниз. Поэтому оставляем подлиннее. Потом мы их обрежем как нужно. Точно так же делаем, оформляем второй глазик ресничками. Втыкаем вот под мордочкой и наискосок выводим под второй бровкой. И точно так же обрезаем не очень коротко. Вот такой взгляд с ресничками симпатичный у нас получился. Теперь мы берем нижнюю губу с язычком и прикладываем ее на свое место. Будет это выглядеть вот так красивенько. Язычок видно. Теперь мы его фиксируем иголочкой. Фиксируем его иголочкой на место. И так же, как все остальное, пришиваем вот здесь к голове. Вот так мы пришиваем нашу губу. Так же аккуратненько. Берем ткань части головы и захватываем часть губы и пришиваем. Потом это нужно все сделать изнутри. Вынимаем иголочку и пришиваем еще раз изнутри. Чтобы было все покрепче. Вот так. Совмещаем теперь губу с накладкой на мордочке. Несколькими стежками. Не отрывая ниточки, проходим под губой. Еще раз как бы немножечко фиксируя ее к голове. И доходим до противоположного места у губы. И так же ее с мордочкой вместе фиксируем. Вот так. Вот так. Видите, я захватываю часть мордочки и часть губы. И вместе их сшиваю. Довольно-таки несколькими стежками, чтобы это все покрепче держалось. Теперь ниточку обрезаем. И у нас получилась вот такая мордочка. Вот. Вот. Видите? Теперь мы будем сюда пришивать наши зубки. Берем один зубик. И пришиваем его сначала к накладке на мордочку. Зубик у меня упал, конечно же. Но я его нашла. И вот пришиваю его к мордочке наверху. Потом берем восьмерочкой. Захватываем часть губы. И пришиваем его к нижней губе. Захватываем часть губы. Вот так. Вот так это будет. Также мы сделаем, пришьем и второй зубик. Теперь берем наши щечки и прикалываем их на место. Вот так, симметричненько. Смотрим расстояние от глаз. Прикалываем их. Фиксируем. Прижимаем. Вот. И начинаем пришивать по кругу. Начиная вот со стороны ушек. Захватываем часть головы. Прячу узелок. Часть щечек. Часть головы, часть щечек. И все это по кругу также два раза пришиваем. Вот такая симпатичная мордашечка с щечками у нас получилась. Щечки пришиты довольно-таки крепко, симметрично и аккуратно. Теперь мы делаем головку более овальной. По краюшкам щечек мы прижимаем головку и иглой делаем утяжку. Вот так. И в противоположную щечку, в край щечки. Выводим иглу. Делаем подтяжку нашей мордочки. Опять обратно возвращаясь. Вот так. Вот видите, я ее утягиваю. И она у нас получается более овальной головкой. Теперь настал черед ушек. Ушки мы заворачиваем срезы вовнутрь иголочкой. И прошиваем эти срезы. Край розовой ткани, край зеленой ткани. Все прошиваем. Так же и второе ушко. Когда я прошила оба ушка, я их вот так сворачиваю напополам. И закрепляю ниточкой. Вот такие замечательные ушки у нас получились. Теперь мы будем их пришивать к голове. Прикалываем наши симпатичные ушки к голове. Можно их расположить по-разному. Одно чуть выше, другое чуть ниже. По кокетней, чтобы было. Вот так. Вот, посмотрите. И будем их пришивать. Пришиваем так же аккуратненько. Краешек в краешек. По кругу. Не спеша. Все должно быть выглядеть очень аккуратненько. Разворачиваем ушко. Вынимаем иголочку. И пришиваем дальше. Фиксируем середину ушка несколько раз. И продолжаем пришивать дальше по окружности. Вот такая симпатичная головочка у нас с ушками, с красивыми получилась. Вот зубки, язычок, щечки. Все получилось хорошо. Ну, а здесь головку вы можете оформить чем хотите. Чубчиками, косичками, бантиками. Ну, с чем угодно. Можно оформить так же сделать девочку и мальчика. Я розового дракончика хочу одеть в юбочку. И привязать ему косички и бантики. Ну, что получится, потом увидите. И так вот, что у нас получилось. Теперь мы будем пришивать голову к телу, к нашему, к туловищу. Очень даже все подходит. Это будет в следующей серии.